Великий математик позднего средневековья, монах Леонардо, известный как Фибоначчи, оказался счастливчиком, который смог первым заметить интересную последовательность цифр. Например, сумма двух соседних чисел последовательности дает значение следующего за ними числа. К примеру, 1 плюс 1, 2 плюс 3 и так далее. Последовательность Фибоначчи начинается таким образом, что каждый член, который начинается с третьего, равен сумме двух предыдущих. Отношение каждого числа к последующему стремится к 0,618 при увеличении порядкового номера. Отношение же каждого числа к предыдущему стремится к 1,618. Эти соотношения называются коэффициентами Фибоначчи, или число φ. А в математике используется выражение «золотое сечение». Это такое пропорциональное деление отрезка на неравной части, при котором весь отрезок так относится к большей части, как сама большая часть относится к меньшей. Или, другими словами, меньший отрезок так относится к большему, как к большей ко всему. Что-то я запутался. Но это не мешает нам продолжить. Ряд Фибоначчи мог бы остаться только математическим казусом, если бы не одно обстоятельство. Все исследователи золотого деления в растительном и животном мире неизменно приходили к этому ряду, как к арифметическому выражению закона золотого деления. Все, что приобретало какую-то форму, образовывалось, росло, стремилось занять место в пространстве и сохранить себя. Это стремление находит осуществление в основном в двух вариантах. Рост вверх и растелание по поверхности Земли и закручивание по спирали. Галактики, Солнце, Земля, живой мир и сам человек существуют в строгом соответствии с ней. Любопытно, что даже люди, сами того не осознавая, применяют эту формулу. Дизайнеры, фотографы, инженеры или ученые. Создается впечатление, что вся флора и фауна, в том числе и человек, развивается по законам, которые заложены в этой числовой последовательности. С тех пор, как Фибоначчи открыл свою последовательность, были найдены даже явления природы, в которой эта последовательность, похоже, играет немаловажную роль. Одно из них – филотаксис, или листерасположение, правило, по которому располагаются, например, семечки в соцветии подсолнуха. Семечки упорядочены в два ряда спирали, один из которых идет по часовой стрелке, а другой – против. Да и вообще, в растительном и животном мире вступают в действие принцип экономии биологической материи и энергии. И в то же время, с первого взгляда улавливаются приятные для нашего глаза пропорции. Например, если приглядеться внимательно к основному стеблю цикория, то можно заметить, что боковые отростки отходят от него через разные расстояния, поделив которые друг на друга, получим золотую пропорцию. Длина лепестков тоже руководствуется тому же принципу. Оказывается, что именно при таком расположении листьев достигается максимум притока солнечной энергии к растению. Практически все соцветия и плотно упакованные структуры растений, такие как ананасы, кактусы, кедровые и сосновые шишки, также строго следуют числам фибоначчи. Интересно то, что у большинства цветов количество лепестков соответствует числам в последовательности чисел фибоначчи. Замечено, что у ящерицы длина хвоста так относится к длине остального тела, как 60 к 38. Совершенно форма стрекозы, которая также создана по законам золотой пропорции. Отношение длин хвоста и корпуса равна отношению общей длины к длине хвоста. Здесь явно прослеживается прогрессивный процесс, процесс роста и развития. Эти соотношения обнаружены и в строительстве пирамид у ацтеков, в различных храмах и в раковинах. К сведению, Архимед, используя это соотношение, построил спираль, которая вошла в историю как спираль Архимеда. Самым удивительным является то, что по закону спирали Архимеда образуются вихри, циклоны и даже галактики. Трудно поверить, что математик 800 лет назад открыл самое важное математическое выражение природных явлений и всех когда-либо открытых, демонстрирующие один из величественных замыслов природы. Образ жизни в бесконечном расширении и сжатии. Статический закон, управляющий динамическим процессом. Бактерии размножаются в прогрессе, которую можно начертить в виде спирали Фибоначчи. Метеориты, врезаясь в поверхность Земли, формируют впадины, которые соотносятся с спиралью Фибоначчи. Сосновые шишки, морские коньки, раковины улиток и моллюск, волны океана, папоротники, рога животных, спираль ДНК. Облака вихревой бури и галактики открытого космоса скручиваются в спираль Фибоначчи. Вечность времени и световые годы космоса разделяют сосновую шишку и спиральную галактику, но строение остается тем же самым. Коэффициент 1,618 тысячных. Возможно, первостепенный закон, управляющий активными природными явлениями. Фибоначчи абсолютно нормальное явление, к которому мы привыкли и даже не замечали. А что, если бы все, что нас окружает, состояло из чисел хаоса и появлялось путем случайных форм. Не скроем, мы стали бы все уродцами, как и все вокруг. Если задуматься о том, как слаженно работают числа Фибоначчи, то невольно приходит осознание, что это идеальная формула для создания и поддерживания живого и неживого существования. И если это так, то появляется вопрос. Эта формула появилась случайно или ее не только кто-то создал, но и успешно применил. Напишите о своих мыслях и возможно нам удастся разгадать тайну мироздания и вселенной. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok